Это самый дешёвый бизнес... Это самый дешёвый бизнес в Гранд Мобайл, как ни странно, он принадлежит мне. Эту заправку Арзамас Батырева я покупал за 9 миллионов рублей. А зарабатываю я с ней всего... Ну, короче, вы поняли. Кстати, пока не забыл, надо заказать продукты. А вот так живёт владелец этого бизнеса, то есть я. 4 миллиона на руках, средний дом в Бусаево, семья Мотивкар Фэмили, вот такой вот личный автопарк, и такой автопарк семьи. Ты удивишься, но всё моё имущество это лишь 5% того, что имеют самые богатые игроки Гранда с самыми прибыльными бизнесами. И сегодня в этом видео я вам покажу все бизнесы игры стоимостью от 10 миллионов рублей до целого миллиарда. Бизнесмен в конце видео зарабатывает столько, что в буквальном смысле может купить весь сервер. Кстати, играем мы на Гранд Мобайл, так что если хочешь пополнить список бизнесменов на одном из 30 серверов, переходи по ссылочке в описании и скачивай игру на Android или iPhone. Но справедливости ради, далеко не все заправки такие убыточные. Вот, например, АЗС в Южном, прям напротив эконом-автосалона, средняя чистая прибыль в день 170 тысяч рублей. А вот так живёт её владелец. Дом среднего класса в Батырево, вот как он выглядит внутри, и автопарк из трёх премиальных автомобилей. Гелик, между прочим, полностью затюнен. Но на самом деле столько же может зарабатывать любой игрок, но если ведёт промокод Мотивкар. Ведь за его активацию ты на халяву получишь целых 30 тысяч рублей, вип-статус на неделю, крутой скин и гелик за 15 миллионов. Вот глупые бизнесмены потратили десятки миллионов рублей на такой заработок, хотя можно было бесплатно ввести промокод Мотивкар. Вы, наверное, ещё не забыли, что в Гранд Мобайл, между прочим, существуют рестораны. И вот как раз один из таких, ресторан в центре Арзамаса. Вместе со входом в 250 рублей чистая финка в день этого ресторана составляет 200 тысяч рублей. Я работаю в самом офигенном ресторане Москвы. Клод Мане. Ну и вот, что может себе позволить владелец этого ресторана. Квартира в центре Арзамаса с лучшим ремонтом. Дом в элитном посёлке и просто какой-то немыслимый автопарк. Не, ну серьёзно, здесь какое-то невообразимое количество элитных машин, причём каждая из них затюнена. Данный ресторан был куплен на 82 миллиона рублей, также в улучшение вложено 2 миллиона рублей, и сейчас его можно продать где-то от 60 до 70 миллионов. А что там по магазину одежды? Решил не ходить вокруг да около и просто взять бывший магазин одежды Каспера в городе Латкарина. По его словам, на момент продажи бизнес в день приносил чистыми 200 тысяч рублей. Покупал он его за 16 миллионов рублей, продал за 50. Кстати, а вы знали, что на нашей игровой карте расположено целых 50 бизнесов семи разных видов? Но эта цифра может скоро измениться, ведь для вас уже готово глобальное обновление в честь дня рождения игры. Ну вот незадача, обновление выйдет только когда на канале наберётся 115 тысяч подписчиков. Надеюсь, до конца недели управитесь. Ну а теперь один из самых непопулярных и скрытых бизнесов в игре – транспортная компания, причём не абы где, а в центре Арзамаса. У дальнобойщиков, которые здесь работают, удерживается всего 5% дохода, при этом ежедневная прибыль этого бизнеса составляет 270 тысяч рублей. Ну а жизни владельца транспортной компании можно только позавидовать. Элитный дом в Бусаево, своя семья, автопарк которой кажется на миллионов сто, ну и куча личных машин элитного класса. Транспортная компания была куплена за 125 миллионов рублей, но сейчас за этот бизнес предлагают аж целых 300 миллионов рублей. Главный плюс этого бизнеса – материалы здесь тратятся очень долго, поэтому заказывать продукты будет достаточно один раз в 5-6 дней. Да, этот игрок, конечно, богатый, но не богаче моих подписчиков, ведь каждое своё видео я раздаю деньги. Вот, например, Дудж на любом сервере Гранда получает Мяукер и Паша, поздравляю, для получения приза пишите на этот Телеграм, а если ты хочешь в следующем ролике забрать 100 тысяч рублей, то смотри это видео до конца и пиши в комментариях секретное слово. Побеждает первый рандомный комментатор, итоги в следующем ролике. А сейчас самый популярный бизнес во всей игре – магазин 24 на 7. Раз, полагается он в городе Южный, напротив Останкинской телебашни и ежедневный доход – 280 тысяч рублей. Этот 24 на 7 был куплен на аукционе за 84 миллиона рублей, но сейчас его предлагают купить за целых 200. Наверное, классно живёт его владелец, давайте узнаем. 37 миллионов рублей на руках дом среднего класса в Батырево, апартаменты в элитном ЖК Арзамаса, ну и автопарк, забитый эксклюзивными машинами. Ну а сейчас начинаем играть по-крупному, ведь перед вами магазин оружия в городе Южный. Учитывая, что на этом бизнесе нет цены за вход, а обычно там стоит 5 тысяч, он в день приносит владельцу 800 тысяч рублей. Это просто жесть, можно считать это финка всех предыдущих бизнесов вместе взятых. Не, ну с таким-то бизнесом, думаю, владелец выкупил полэлитного посёлка. Давайте проверим. Элитный дом в посёлке Близлы Ткарина – своя гигантская дружная семья, в которой, между прочим, 124 миллиона и более 700 участников. Так они ещё и топ-1 везде. Семейный автопарк, ну, как по мне, здесь миллионов 200, пишите в комментариях. Ну и, конечно же, куча личных премиум авто. Этот бизнес был куплен ещё в феврале за 45 миллионов рублей, но сейчас за него предлагают целых 400 миллионов. При том, что максимум бизнес можно продать за 200, но это получается типа 200 на месте и 200 миллионов через банк. Прикиньте, вас в Гранде на 200 миллионов обманут, вот прикол будет. Следующим бизнесом пользуется абсолютно каждый игрок на сервере без исключений. Это стоянка в городе Южный. Ежедневно владельцу в среднем она приносит 1 миллион 100 тысяч рублей. Ох, друзья, это просто жесть. Прикиньте, больше ляма каждый день вот просто так ничего не делая. Эта стоянка была куплена за 300 миллионов рублей, но сейчас её предлагают купить за целых полмиллиарда. При этом за месяц владения на нём заработали 32 миллиона. Ну ладно, давайте посмотрим, как живёт человек, который каждый день получает больше миллиона, ничего не делая. Дом среднего класса в посёлке Убатырево. 63 миллиона на руках, личный автопарк с кучей эксклюзивных тачек и квартира с топовым ремонтом в центре Арзамаса. И это я ещё не сказал про семью. Ну и наконец-то, друзья, самый дорогой бизнес во всей игре, за который игроки предлагают заплатить 1 миллиард рублей. Логично, находится он на одном из самых старых серверов, на втором. А владеет им не абы кто, а мой братанчик Лео Кросс. Передавайте ему в комментариях привет. Дамы и господа, к вашему вниманию, главный магазин 24 на 7, который находится в центре Арзамаса, да-да, это тот самый перекрёсток, и в день с него можно заработать более полутора миллиона рублей. И при этом Лео Кросс умудряется его периодически не пополнять. Самое смешное, что этот бизнес был куплен на открытии сервера всего за 3 миллиона рублей. Вы просто вдумайтесь в эти цифры. Вообще, если его стабильно пополнять по несколько раз в день, можно спокойно заработать 3 миллиона за сутки. Ну, по словам Лео, когда сервер полностью забит, например, в обновление, на этом бизнесе за день можно заработать 5 миллионов рублей. Ну а как живёт владелец этого бизнеса, вы все и так прекрасно знаете. Лео Кросс находится в первой строке списка Forbes. У него самая богатая семья и самый дорогущий автопарк, где практически на каждой машине фулл-блат номера. Тем временем я со своими 30 миллионами, пфф, всё, до свидания, я удаляю игру. Огромное спасибо за просмотр, было интересно. Ставь лайк для продвижения и пиши в комментариях, владеешь ли ты каким-то бизнесом и вообще сколько зарабатываешь. Если ты всё ещё здесь, отметься в комментариях секретным словом финка, ведь все такие комменты я обязательно лайкну, и они будут участвовать в розыгрыше. Смотри мои рубрики «Тачка на прокачку», «Путь бомжа», «Перекупа», «Будни ОПГ», «Полиция» и по традиции с вами, как всегда, был Матвей. Аста луэго.